В США создали генетически модифицированный вирус, который убивает раковые клетки, а также стимулирует иммунную систему против дальнейшего развития опухоли. А в России, в поселке Савинске Архангельской области, под страхом смертной казни запрещают жителям выходить на митинг за сохранение единственной, правда, разваливающейся больницы. То есть даже такой, который завтра там уже не будет. «Прикиньте, опять мы Америкосов уделали. Двигайте кто-нибудь за бояркой, отметить надо как-нибудь эту победу. Начинаем!» А звездой уходящей недели на этот раз стал мерзавец, негодяй-предатель, музыкант Андрей Макаревич, не впервые, кстати, который вслед за другим предателем русского народа, артистом Серебряковым, не побоялся сказать правду и обозвал граждан данной страны теми словами, которых они в общем заслуживают, ну, если мягко овощами. Ой, что было? Овощи обиделись. Пропаганда, которую они содержат за свой счет, в смысле за счет налогов, давай рвать и метать. Скандал вокруг Андрея Макаревича, который в соцсетях написал о превращении россиян в цитата «злобных дебилов», вспыхнул с новой силой. На слова лидера группы «Машина времени» ответила Мария Захарова. На своей странице в Фейсбуке официальный представитель МИДа попросила не оскорблять россиян и напомнила, что один из кандидатов в президенты, который ранее называл жителей страны генетическим отрепьем, провалился на выборах. Рич Лаксини Собчак. Высказывания музыканта раскритиковали и его коллеги Вадим Самойлов. Экс-лидер Агаты Кристи назвал его вульгарным и усомнился, не проплачено ли оно. Вот я не согласен с этим предателем. Кто ему вообще сказал, что когда мне, например, пишут в каждом втором комментарии сообщений «Чтоб ты сдох, дерьмо и гнида, и мать твоя про***тутка, я тебя и...» Далее не для эфира. Короче, кто ему сказал, что такое можно расценивать как высказывание злобных дебилов? Чё он врёт? Это ж нормальные интеллигентные выражения нормальных российских ребят. Вот сам ненавижу таких подонков, оговаривают знатоков рус-кага-языка. Это на языке патриотов, орфография сохранена. И правильно, что этого негодяя на мировом уровне разнесла официальный представитель МИД Захарова. Позор, заявила Мария на весь мир. Позор таким россиянам согласен. Другое дело, если бы пару десятков килограммов кокаина, что ли, тот Макаревич в багаже согласился провести, вот это был бы подвиг с точки зрения для Родины. А так, это реальная журналистика сегодня, как обычно. Поехали. Кстати, о медицине. Приглашаю вас в Ивановскую область, город Южа. И там медикам есть чем похвастаться. Не так давно они в местной ЦРБ освоили такую классную вещь, как запись на прием к специалисту через интернет. Об этом даже в Вестях рассказали. И в паре независимых от независимых от государства газет. Не, ну а че, круть, наконец-то цивилизации до Южи добралась. Вот только отжиж незадача. На прием-то к врачу по интернету записаться можно. Врачей в больнице, зараза, нет. Например, вот запись к контактинологу я ждала месяц. Вот ровно месяц. Если глазной приезжает из Палиха, надо встать в 6 часов, чтобы записаться. И то 10 человек уже не по электронной, не по телефону не запишутся. Надо приходить самой и стоять вот эти вот, и записываться. Ну, это подозреваю что-то из разряда. Ребята, мы выиграли очередную мировую войну. Ну, блин, войны-то не было. Какая разница, главное, что мы ее выиграли. С любого учреждения, наверное, возникают моменты наиболее тяжелые. Вот в ближайшие несколько дней мы думаем, когда с этой ситуацией выйти, которая сложилась у нас сейчас с специалистами. Если и будет такое, то это никаким образом не скажется на оказание помощи вселенным. Больница, в принципе, оснащена достаточно новым оборудованием. Солидный флюорограф, рентгенаппарат, энцефалограф, три аппарата УЗИ, эндоскопическое оборудование. Это все есть. Одной фразой, господа, главное ведь не в том, есть в районной больнице врачи или нет. Главное, что к ним можно записаться на прием по интернету. И вот это самое важное оборудование там тоже крутое. Об этом вам рассказали в Вестя, а все остальное не ваше собачье дело. Вас приехали, сняли, показали на всю страну. Рассказали о том, как мы снова пиндосов уделали. Все, Аша! Чего ж тебе еще надо, собака? Очень часто меня просят, расскажи о том, как китайцы хозяйничают на Дальнем Востоке, как им отдали пол за Байкалия. Ребят, а что толку рассказывать, если все равно уже отдали, тем более, что решение принимал не я. У меня есть полная уверенность в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус. И вне зависимости от каких исходов выборной кампании Россия и Китай будут оставаться именно стратегическими партнерами на длительную историческую перспективу. Только что я вам показал фрагмент пресс-конференции главы государства, которая состоялась в декабре 2017 года. Примечательно, что самая высокая явка на президентских выборах 2018 была зафиксирована именно на Дальнем Востоке. Ладно, что-то меня опять не в ту степь понесло. Про китайцев же на нашей земле вы просили. Ну, поехали. Иркутская область – один из самых интересных туристических регионов после Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Памятник всемирного наследия Байкал привлекает не только наших соотечественников, но и иностранных туристов. Очень много сейчас китайцев, корейцев. А, так это про туризм, нет? Все бы хорошо, туристы едут, деньги в бюджет исправно поступают. Вот только турбизнесом в России начинают заниматься сами китайцы, которые ранее в этой индустрии не работали. Скупают недвижимость у берегов Байкала, в лучшем случае перепродадут более состоятельным землякам. В худшем построят гостиницу, организуют серые туристические потоки с низким качеством сервиса. Господа, вы что-нибудь понимаете? Давайте еще раз. Есть озеро Байкал, жемчужина красоты и чистоты на планете. И он как бы наш, но строят там на побережье что-то китайцы. Я правильно понял, нет? А мы тогда чего делаем? Из-за кустов за басурманами подглядываем. А почему россияне побережье Байкала не могут застраивать какие-нибудь Рутенберги, например? Ну, шуршат же они над возведением Крымского моста, а Байкал-то чем хуже? Ах да, на Крымский мост же выделяют бюджетные деньги, а в Забайкалье свои тратить придется. Вот, блин, где собака-то зарытая. Речки все обмеляют и все на свете. Как действуют китайские рабочие на наших территориях, успели почувствовать на себе соседи северян, жители Могочинского района. Охотники рассказывают, что после китайцев не остается ничего живого, даже мышь не пробежит. Могочинцы сами сняли на видео трофеи китайских охотников, которые то тут, то там ставят петли и капканы в нашей тайге. А вот попался сам хозяин тайги, Михаил Иванович. А фрагменты этого видеоматериала я не так давно показывал в эфире. Там речь идет, напомню, о двух миллионах гектаров леса, которые братскому китайскому народу нашей власти отдали в аренду на 49 лет еще некоторое время назад. Оно как будто под строительство некоего ЦБК планировалось в качестве дополнительного аэродрома и страховочного троса. Вот только времени прошло уже более чем, ЦБК так и не построили, зато кругляйка на миллиарды долларов вывезти успели. Сейчас вот заповедники под топор могут пойти. Вообще не совсем понятно, зачем китайским инвесторам два миллиона гектаров Тунгера-Лёкминского леса. Здесь совсем нет деловой древесины, больше лиственницы и северной сосны. А там, где лес есть, до него очень трудно добраться. Однако будущие хозяева двух миллионов гектаров уже приезжали посмотреть воочию на природные богатства. Они с осени проездили здесь, эти китайцы, они уже в разведку съездили, были у моих охотниковых, сахаровых были они. По мнению главы, чтобы защитить район от договоров аренды, нужно было раньше открывать здесь особо охраняемые природные территории. Например, заказники регионального значения. Особо охраняемые природные территории не попадут под участки арендуемые. Вот, в настоящее время мы такую работу проводим. Не хочу я все это продолжать. Снимал как-то фильм документальный о том, как наш лес как раз в тех краях под видом строительного мусора и опять в Поднебесную отправляют. А мы потом радостно оттуда мебель везем. Ага, китайскую из итальянской сосны. Кстати, как раз после той командировки, в день, когда вернулся в Москву, случайно встретил знакомого коммерсанта. И он меня спросил, помню, мол, а чем в этот раз снимал? Да вот, отвечаю. Как лес в России воруют. Его парирование было шедевральным. Слушай, а ты бы снял кино о том, что еще не украли в России, клянусь. У меня была истерика. Ладно, закругляться пора. И это была реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, не стесняйтесь на канал подписаться. Не забудьте в соцсети ко мне тоже заглядывать. И там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Все, пока. Пока. Вы знаете, если раньше лидерство по миру среди названий на русскоязычный Lada держало Pagani с названием концерна Pagani автомобили, что звучало не очень хорошо на русском языке, то теперь, конечно же, лидерство у Ferrari, потому что это Ferrari Pista. Вы знаете, даже ходят слухи, что такое название хотели дать автомобилю Lada. Однако итальянские ребята успели запатентовать это название раньше, а Lada пришлось назвать Kalina. Продолжение следует...